Во-первых, за это время ты сможешь изменить некоторые свои привычки, из-за которых ты регулярно набираешь вес. Только не давай себе за рог сразу же в один день отказаться от всего сладкого и жирного, начать бегать по утрам или ложиться спать вовремя. Действуй постепенно, и у тебя все получится. Михаил Гаврилов, врач-психотерапевт. М. Н. Автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины, ИФМ США. Мы, конечно, верим, что в твоем рационе только полезные малокалорийные продукты, но как только ты начнешь честно записывать все съеденное тобой за день, то убедишься, что ешь немало мусорной еды. Нередко после первых дней ведения такого дневника вопрос «откуда у меня лишний вес?» отпадает сам собой. Это и чай с сахаром, и очередной перекус с печеньками с коллегами по работе. Да-да, зачастую лишние калории ты набираешь не с основными приемами пищи, а с перекусами. Так ты сможешь отслеживать изменения веса, вдохновляться результатом, если он снижается, корректировать образ жизни и питания, если вес вдруг встал или, наоборот, пополз вверх. Делай это ежедневно, лучше утром сразу после подъема. Учти тот факт, что сильные колебания веса за короткий период, скорее всего, связаны с накоплением жидкости. А вот если прирост идет аж вторую неделю, обрати внимание на то, что ты ешь. Не будем утомлять тебя сложными пропорциями и расчетами, что и в каком количестве ты должна есть, чтобы похудеть. Отметим лишь, чего чаще всего не хватает в рационе большинства желающих похудеть, овощей и продуктов с полезными жирами. Итак, ежедневно нужно съедать 450-й, 700-й годник рахмалистых овощей и зелени. Да, немало, но стараться нужно. Ведь именно клетчатка помогает выводить жировые молекулы из организма, дает чувство насыщения, разбухая в желудке, связывает излишки воды, а еще является пищей для полезных бактерий, а роли микробиотов в похудении пишут немало. А теперь о полезных жирах. Они содержатся в рыбе и орехах. Согласись, едим мы их не часто, а зря, ведь именно в них содержатся полезные омега-3 жирные кислоты, которые снижают тягу к насыщенным жирам. Еще, согласно последним исследованиям, они активизируют гены, отвечающие за распад жиров. С пищей суточную дозу омега-3 получить порой непросто. Поэтому БАДы тебе в помощь. Это все то, что имеет высокую энергетическую ценность, но не содержит полезных для нашего организма веществ, витаминов, минералов, жиров, аминокислот. Ты наверняка замечала, съела огромный кусок торта и буквально через час захотела есть. Дело здесь не только в обилии в нем простых, быстрых углеводов. В торте практически нет веществ, из которых организм может построить клетку, гормоны, ферменты. Витаминов, которые нужны для обменных процессов, в нем тоже нет. Поэтому тебе и будет хотеться чего-то еще после сладенького, организм будет пытаться добыть нужное ему из другой еды. Так что отдай предпочтение не куску торта, а например творогу, не бутерброду с колбасой, а сендвичу с овощами и любым нежирным мясом. И ты удивишься, насколько быстро будут уходить лишние килограммы. Хочешь сладкого? Ешь овощи, фрукты и молочные продукты. Конечно, первое время тебе будет казаться, что все эти продукты совсем не сладкие. Связано это с тем, что твои вкусовые рецепторы привыкли к ударным дозам сахара и не воспринимают естественную сладость. Спешим тебя обрадовать, через 28 дней ты сможешь в полной мере наслаждаться натуральной едой. Ровно столько времени нужно для полного обновления вкусовых рецепторов.